Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадиша Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Конечно для людей накладно. Зарплаты вы сами посмотрите какие. Жители Махачкалы возмущены ростом цен проезда на маршрутах. Теперь, возможно, пассажирам придется платить на 6 рублей больше прежнего. Как распознать преступника, они знают точно. Сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД провели экскурсию для студентов. Трое дагестанцев пробились в финал гран-при Ивана Ярыгина. Итоги первого дня турнира в Красноярске в сюжете моих коллег. Проезд на маршрутах Махачкалы, возможно, подорожает на 6 рублей. Пассажирам придется платить за передвижение внутри города не 17, а уже 23 рубля. А за поездки с Махачкалы до Алининкента вовсе 30 рублей. Эта новость не могла не возмутить всю общественность республики. Жители города и в том числе в Рею мэра Махачкалы не поддерживают данную инициативу. О том, как намеренно решать проблему, администрация города расскажет Луиза Раджабова. Лучше я пройдусь пешком. Именно такую фразу можно услышать от жителей города Махачкалы. Напомню, что 20 января повысилась цена на троллейбусы и автобусах нашего города. Теперь это коснулось и маршрутного такси. Проезд в Махачкале подорожает на целых 6 рублей. Подобное объявление уже вывешено в некоторых маршрутах Махачкалы. По информации Управления промышленности, транспорта и дорожного хозяйства столицы республики, с 26 января проезд по городу составит 23 рубля. Маршрут Махачкала-Ленинкен будет стоить 30 рублей. Конечно, для людей накладно. Зарплаты вы сами посмотрите, какие. А каждый день это повышается. Конечно, людям тяжело будет. К ним тоже претензий нет. Они не от хорошей жизни это повышают. Бензин, запчасти, все у них дорогое. Поэтому они вынуждены на меры у них. А в результате это по карману простых людей бьет. Тоже возмущалась, что официально 17 рублей, а у вас уже 23 рубля. Он говорит, хотите платить, хотите не платить. 23 рубля. Сейчас деньги дали 50 рублей, 27 рублей мне сдачи дал. Вот и все. Изменения еще не успели вступить в силу. Однако, как признаются жители, перевозчики уже бегут впереди паровоза. Администрация города не согласна с таким резким повышением цены на провес на 35% с 17 рублей до 23. Несмотря на то, что транспортные компании имеют право самостоятельно повышать тариф, администрации города не вправе регулировать данные отношения. Было отмечено, что предупреждение о поднятии тарифов не было отправлено за млагорегион. То есть, не было возможности оповестить население города предварительно о повышении тарифов. Также на совещании было отмечено, что повышение цены на представляемые услуги, в частности на пассажирские перевозки, должно быть связано с улучшением качества обслуживания. В частности, улучшением технического состояния транспортных средств, улучшением безопасности дорожного движения, соблюдением графика и режима работы маршрутных такси. К сожалению, это за перевозчиками не наблюдается. Согласно закону, перевозчик сам устанавливает стоимость проезда. Но он должен поставить известность администрацию города об этом заранее и обосновать свои тарифы. По каким расчетам выводится итоговая сумма, непонятно. Пока что они ссылаются лишь на повышение цен на топливо. Однако удивительно, происходящим изменениям водители маршрутного такси не менее возмущены, чем сами жители столицы. «23 рубля. Мы будем воевать с этими пассажирами. Нам зачем это нужно? Пускай так, если даже 15 рублей готовы ездить, пускай снижают. У них ничего нет, это наш транспорт. Мы сами обслуживаем это. И потом они деньги берут. Вот это людям тоже, которые вот этот диспетчер, мы вводим им. Они в контроле не вводят. Это все, вот ребята все, 100% все недовольны. Лично вот это шестой маршрут, не хотим цену поднимать. Это все свалят на нас. Это каждый из своей конторы ездит. Вот они каждый хочет поднимать автобусники, 20, а мы не хотим. Нам вот это тоже хватает. То есть это не ваша инициатива? Нет, нет, лично не шестой маршрута. А других я не знаю. Я могу отвечать за свои ребят. Это не наш инициатива. А чья тогда получается? Я не знаю даже. Мое мнение, это было бы, если оставить все как есть, зачем его поднимать? Что с этого изменится? Ничего не изменится. Против повышения цен и мэрии города. Накануне глава столицы Мурат Алиев высказался поволнующих горожан теме. Назвал изменения необоснованными. В первую очередь хочу сказать, что мы против категорически поднятия этих цен для того, чтобы поднимать нужную конкретную обоснованность, на что они ссылаются, чем они это обосновывают. Но это все, всю информацию вчера еще дополнительно получил. Мы пришли к тому, что это необоснованное поднятие. Мы дали поручения, пределы своих полномочий. Также направили письма с контролирующей, проверяющей органы. Естественно, от нас будет реакция незамедлительная. И мы все меры приняли для того, чтобы это все было обоснованно. Чтобы в первую очередь наши жители за то, что оплачивают, чтобы они понимали, что они оплачивают за это справедливо. Тема действительно болезненная для всех сторон. Вопрос, кому выгодно вводить новые расценки, остается открытым. Луиза Раджапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан стал лидером по худшему питанию в школах и больницах. Общероссийский народный фронт провел опрос по качеству питания в социальных учреждениях республики. Хуже всего обстоит дело в Дагестане. Там 52% опрошенных назвали качество питания отвратительным и недостаточным. Также в числе антилидеров Оренбургская, Ульяновская, Тверская и Ярославская области. Как распознать преступника по отпечаткам пальцев, отличить фальшивую купюру от настоящей и установить, кто причастен к преступлению? Об этом и многом другом студентам правовой академии рассказали в ходе экскурсии сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД Дагестана. Узнавала все тонкости работы криминалиста и наш корреспондент Карина Баталова. Современная криминалистика не стоит на месте. На смену дедуктивным методам Комса приходят новые технологии. Например, для того, чтобы выявить и зафиксировать отпечатки пальцев, используется цианно-акрилатовая камера. Благодаря ей эксперты смогут узнать, кому принадлежал этот пакет, в котором находились наркотики. Включилась камера. Данный аппарат, он более современный, у него присутствует вакуум. Мы включаем вакуум, там образуется вакуум. После этого включаем печку, она нагревается. И после всего этого мы видим на пакетах, что это жирное вещество становится серого цвета. После чего мы можем спокойно с вами обработать его дактилоскопическим порошком и несколько раз мы можем его просто изымать на липкую ленту дактилоскопическую. Ну а в этой физико-химической лаборатории исследуется пищевая продукция, в частности алкогольная, маркирующие вещества и, конечно же, наркотики. Большую для сотрудников проблему представляют так называемые дизайнерские наркотики. Их на экспертизу поступает, кстати, больше половины от всей дури. Из года в год процент именно синтетических наркотических средств возрастает. К этой же категории относятся так называемые курительные смеси, спайсы их называют. Экскурсия продолжается. Студентам показывают ВК-200 – устройство для производства экспериментальных подрывов. Ну а это сравнительный микроскоп Лейка. При помощи него можно проверить гильзы и пули. Если с места происшествия изъяты какие-то пули, либо гильзы, и есть изъятое оружие, мы отстреливаем это оружие, получаем экспериментальные пули и гильзы, ставим на микроскоп, и изъятые с места происшествия пули и гильзы, и экспериментальные, путем сравнения, вот здесь проводим исследования. Идем дальше. Эту ДНК-лабораторию ввели в эксплуатацию год назад. Сюда на анализы стекаются все биологические вещдоки – частички кожи, кровь и пот. В основном здесь занимаются молекулярно-генетическими исследованиями, методом ДНК-анализа. С данной пробитки костный порошок. Кость нам приносят, фрагмент из кости, мы его измельчаем в виде порошка. И в дальнейшем уже мы выявляем генотип этого человека. Это вот останки трупов. Отметим, экскурсия проводится в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант». Ежегодно в течение недели ученики образовательных учреждений совместно с Общественным советом при МВД посещают различные подразделения ведомства. Здесь двусторонний воспитательный эффект. И работники МВД стимулируют себя. И они понимают, что через год придут молодые люди и будут задавать невкусные вопросы. И люди, молодежь, она видит, что есть огромное профессиональное сообщество людей, которые в разных отраслях. Принять участие в акции можно, подав заявку на официальном сайте МВД. Она продлится до конца января. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестанском государственном медицинском университете начнут выдавать двойные дипломы. Уже завтра будет подписано соглашение между ректором Медуниверситета Дагестана и ректором Медицинского института Узбекистана. Нововведение предполагает обмен студентами. Абитуриенты следующего года смогут поступить в ВУЗ на новых условиях. Первые три года они учатся у себя на родине, а завершающие два года в другой стране. Так, программой двойного диплома отличный шанс получить международный опыт. В Дагестан прибыли ведущие детские врачи из Петербурга и Москвы. Следить с произошедшей позитивной изменения и наметить дальнейшие шаги в охране здоровья дагестанских матерей и детей. Основная цель их визита. В 2013 году младенческая смертность Республики Дагестан, она была 25 промилей. Сейчас она снизилась практически в три раза. Особенно большие успехи достигнуты после открытия перинатального центра, который мы тоже помогали там проектировать и обсуждали в ходе строительства много раз. И мы видим качественные изменения. Приезжие врачи осмотрели на практике все этапы оказания медицинской помощи матерям и детям. Начиная от районной больницы селения Карабудахкент до Республиканской клинической. А также на месте оказали практическую помощь лечению тяжелобольных пациентов. Мы обсудили с этой комиссией, с этой бригадой специалистов, как нам в дальнейшем двигаться, в каком направлении нам надо работать. Около 90 специалистов едут за пределы республики, обучаются практическим навыкам в симуляционно-тренинговых центрах, в федеральных институтах наших. Это и в центре Кулакова, это в Ростовском федеральном центре, это и в Санкт-Петербурге. По итогам встречи федеральные специалисты отметили рост профессионализма специалистов на местах. А также была достигнута договоренность о направлении беременной с рожденным пороком сердца плода на родорасширение и дальнейшее лечение младенца в Петербургский федеральный центр. В Дагестане презентовали русско-ногайский словарь, где впервые в максимально полном объеме представлен основной лексический фонд языка. В него вошли около 35 тысяч слов. В последний раз нагайско-русский или русско-ногайский словари издавались 60 лет назад. Отметим, что работа над словарем велась на протяжении 14 лет несколькими поколениями ученых. Дагестанцы присоединятся ко всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы готовы». Активных пап приглашают вместе со своими детьми сдать нормы на значок ГТО. Акция призвана пропагандировать здоровый образ жизни. В ее рамках отцы смогут сдать нормы физподготовки вместе с детьми, принять участие в спортивных мероприятиях и творческих конкурсах. Участники акции попробуют себя в прыжках в длину с места, отжимании от пола и беге. Помимо основной программы будут проведены соревнования по перетягиванию канаты среди семей. Он считается одним из наиболее интересных командных видов спорта. Глава спортивного ведомства отметил, что такие совместные акции родителей и детей необходимо проводить, так как именно в семье закладываются основы здорового образа жизни. Если так обратить внимание, отец, мать, сын, особенно сегодня, когда во многим, во многим семьям не хватает иметь отцов и матерям, обратите внимание для воспитания, для поддержания, для своих детей. И в это же время, это же ведь воспитательного характера одна сторона, а вторая сторона, например, вот несколько зародить в этом мальчике любого спорта, любого жизни. Сегодня в Красноярске стартовал гран-при Иван Ярыгин по вольной борьбе. Уже известно, что трое дагестанцев будут выступать в финале соревнований. Итоги первого дня турнира подвел мой коллега Курбан Рагимов. Он в эти дни находится в столице Сибири. В первый день ярыгинского турнира мужчины определяют финалистов в трех весах. Сегодня на ковер дворца спорта вышли борцы весовых категорий до 57, 61 и 70 килограммов. На этом гран-при спортсмены оспаривают путевки на крупные международные турниры, а потому конкуренция на ковре разворачивается крайне серьезная. Основная интрига – схватки между российскими борцами. Уже на ранних стадиях вольники должны были определить, кто из них продолжит турнирный путь. На стадии 1-8 финала жребий свел Магомед Расула Газимагомедова и Розамбека Жамалова. Здесь на опыте дальше прошел двукратный чемпион мира. Затем Газимагомедов разгромил американца Чемберлейна и с трудом отставил победу в схватке с Давидом Баевым. Теперь в финале дагестанца поджидает монгольский вольник Мандахнаран Ганзарик. Верили, наверное, в победу до конца? Верили только на победу. Второй период он только раскачивается. У него все встречи в основном в втором периоде лучше. Ни в коем случае не расслабляемся. Финальная встреча тоже Ганзарик. Монгольский спортсмен неоднократный призер чемпионата мира. Поэтому на него тоже надо настроиться. Это еще рано поздравлять, праздновать, скажем так. Поэтому завтра ждем финал. В самом легком весе статус фаворита подтвердил Абазгаджи Магомедов. Хасавиртовец досрочно расправился с турком Ахмедом Пикером и призером чемпионата мира из США Патриком Гилманом. А вот в полуфинале ему пришлось потяжелее. За 15 секунд до конца встречи с монголом Эрдембатом Магомедов уступал со счетом 5-1. Но все-таки сумел вырвать победу. В схватке за золото дагестанский борец встретится с муслимом Садулаевым, представляющим Чечню. Абаз он с детства настырный и борется до конца. Я все равно знал, что он в глубине души, что он выиграет, что он вытащит эту схватку. Такая у него борьба, он не останавливается. Хотя он уже на грани фола, как говорится, боролся. Уже из последних сил у него другого выхода не было. И он все установки тренера выполнил, все смог, сделал. И вот то, что получилось, он всегда славится борьбой до конца. И, наконец, вес до 61 килограмма. Для выхода в финал действующему чемпиону России Магомед Расулу Идрисову потребовалось провести три победные схватки. В одной из них он был сильнее земляка Рамазана Фирзалиева. Таким образом, у дагестанской команды три финалиста. Поставленная на сегодня задача была выполнена. Ну, дагестанцы так избавлены результатами, что ждать было только золото. И сейчас сказать, что 50% только работы выполнено. На сегодняшний день, да. Только золотая, именно золотая. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что мы отработали на все сто. Сегодня только 50% работы сделано. Хотя осталась только финальная схватка, скажем так. Ну, наши борцы, если я не ошибаюсь, я следил за турниром, уступали только друг другу. Ну, здесь правило таковое, что встретились россияне с россиянином в первый круг. И за это так получилось. То есть, и сейчас, я думаю, что есть шансы у Розанбека за медаль побороться. И там еще у кого-то из ребят наших. У Фирзалиева. У Фирзалиева тоже есть шанс побороться за медаль. Надеюсь, что помимо золотых, еще будут и бронзовые тоже. Финальные схватки первого дня пройдут завтра вечером по местному времени. Утром же на ковер выйдут борцы в следующих весовых категориях. До 65, 79 и 125 килограммов. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов. Телеканал ННТ. Красноярск. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете ослеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!